Ария и Джендри будут вместе. Теория о целях безликой, меняющая все в Игре Престолов. Истинные цели Арии по отношению к Джендри в восьмом сезоне сериала Игра Престолов могут быть совсем иными. Давайте разбираться. После выхода второй серии восьмого сезона появилась любопытная теория про Арию и Джендри, которая может серьезно изменить ваш взгляд на происходящее в сериале. Дело в том, что мы до сих пор не знаем точных целей Арии Старк. Она прибыла в Вестерос ради мести, так как считала, что все ее братья и сестра мертвы. Изменились ли ее планы после воссоединения Старков, когда она объявила защиту семьи своей прерогативой? И для чего она вернулась изначально, помимо убийства Серсея Игары? Теория отчасти основана на воспоминаниях о самой первой серии первого сезона, когда король Роберт Баратеон, отец Джендри, беседовал с Недом Старком в крипте Винтерфелла, и было принято решение об объединении домов Старков и Баратеонов путем брака сына короля и дочери Неда. Быть может, они просто выбрали не тех сына и дочь. Согласно этой фанатской теории, Ария не случайно сблизилась с Джендри в страстной сцене, после которой зрители принялись гуглить возраст героини. Вспомните, какой была ее реакция на известие об истинном происхождении парня. Она явно не осталась равнодушной к информации о королевском статусе бастарда. Может ли быть, чтобы Ария на самом деле стремилась вернуть Баратеонов на престол и самой стать королевой Вестероса путем брака с Джендри? Конечно, сейчас такой финал кажется невероятным, но лишь на первый взгляд. В данном момент на престоле восседает Серсёя, королева-регент, просто ее право на трон после смерти короля Томена никто не посмел оспорить. Но хотя мы и называем Серсёю Ланистер, это ее девичья фамилия, а сейчас она представляет дом Баратеонов, как и ее дети Джоффри и Томен ранее. Проблема в том, что ни Джоффри, ни Томен не были истинными наследниками короля Роберта, так как на деле являются детьми Серсея и Джейми Ланистеров. Алья точно не собирается оставлять Серсёю в живых, так как она есть в ее списке. А после смерти Серсея можно обнародовать правду о королеве и сделать королем настоящего Баратеона по крови, то есть, Бастардо Джендри. Из предсказания, сделанного в детстве Серсея, мы знаем, что ее сменит более молодая и успешная королева. Но это вовсе не обязательно должна быть до Ейнирис, несмотря на два драконов и огромное войско, ведь нам предстоит война с королем ночи, и погибнуть может каждый. Претенденток много, включая и сестру Ари Сансу. Ранее Арья не проявляла желание править, но кто знает, каковы ее планы на будущее дома Старков. Да Ейнирис претендует на трон Семи Королевств, а это угрожает суверенитету Севера, и Санса уже проявляла свое недовольство. В будущем сестры могут объединить усилия против драконьей королевы. А что думаете вы, согласны ли с теорией фанатов, или вам кажется правдоподобнее теория, согласно которой настоящая Ария давно мертва, а ее заменил кто-то из безликих. Поделитесь своим мнением о целях Арии в Вестеросе в комментариях.